Эх, шестая часть, как же много мы уже прошли, как же много нам еще предстоит пройти в будущем, но флеш ван панчмена уже давно было пора отпустить. Привет, кстати, вы на канале Чёрствый Хлеб, и у нас нет времени объяснять, мы должны вновь и вновь действовать. А теперь поподробнее. Я только что, ну, прошел половину шестой главы, так что я не знаю, что еще думать, у нас как бы долгий бой. Но на самом деле я настолько сильно перегриндил то, что под зельем, ну, нас в принципе ничего не сдерживает больше. А вот и легендарный боец Бибу, зелье которого мы так усердно выпиваем для того, чтобы получить огромный урон. Ну, его мы тоже ваншотнем. И знаете, да, мы наконец-то сломали все пределы, теперь у нас буквально нет проблем. Нам не нужно догринживать урон, нам не нужно что-то дофармливать. Выпил зелье и в бой, правда, если на боссах это резонно, потому что там цифры урона слишком запредельные, то вот на обычных мобах можно и, я не знаю, дофармить, если там не хватает. Как, к примеру, здесь. Итак, урон мы дополучили. В принципе, да, неплохо, полтора миллиона урона. И это все без ваших бесконечных боев. Так что, прости меня, я не знаю, сэр Марионец, нам придется с тобой распрощаться. Ты был великим учителем, который поносил каждое мое достижение, но в этот раз ученик учителя да превзойдет. Давайте почтим память этого великого чела, потому что, как вы видите, я даже не вставил танцующего Фредди Фазбера в его диалоги, хоть мне на них особо и нет никакого дела. Ну, ладно, ограбим сундучок, который он охранял, и, ну, получим дополнительное кольцо. Кстати, да, как вы поняли, кольцо на 20% урона я уже получил. Ну, а теперь, ну, что, финальный босс, третья минута. Ну, ладно, нам урона не хватает, а просто так пить зелье мне душа не позволит. Так что давайте слегка потренируемся, и я даже не знаю, стоит ли мне вставлять сюда музыку какую-нибудь. Нет, ну, хотя бы одна тренировка может пройти без озвучки, как там, например, в первой части, я не знаю. Ну, ладно, проехали все, где бы я мог растянуть. Я уже растянул, и теперь я вновь встаю перед выбором, что мне делать. Ну, во-первых, надо выкупить весь контент на рынке, а, во-вторых, вы не забыли про нашу любимую рыбалочку? Вот я все помню, так что ваше это вот это вот подождет. Нет, нахуй я сюда пришел. Итак, стратегия все та же, братан. Ты просто закидываешь удочку в воду, ждешь, пока начнет клевать, и, ну, совершишь самое главное в мире действие. Отличный улов, я бы даже сказал прекрасный. Прекрасно, и теперь наш аквариум просто щемится от рыбы, и это все еще не полностью закрытый контент аквариума. Какая досада. Ну, а теперь, ребята, мы можем пойти заниматься куда более важными делами. Например, наконец-то пройти игру. Да, довольно интересно, я даже не знаю, может быть вам показать, как я стараюсь это сделать, как бы, я не знаю, весело. Да, я не знаю, я не буду читать вам диалоги этой вашей софт, пусть она там сама расскажет, и вы, если хотите, поставьте паузу, прочитайте. А вообще, вы еще не подписались, так что идите подпишитесь, а я просто ваншотную ее. Для этого мне просто надо выпить зелье и, ну, короче, клоун я тот еще, но, знаете, вынужден буду повторить еще раз. И снова она будет раздувать нюни, а мне просто нужно, чтобы герой не нанес быстрый удар, а сначала выпил зелье, потому что иначе урона не хватит. Ладно, быстрый удар довольно редкое событие, нам оно особо мешать и не будет. Проехали, ладно, вот вам бог любит троица, удачная попытка, я не знаю, вот вам снова диалоги. Я не знаю, зачем я их вставил, наверное, просто уважение к финальному боссу. Ага, конечно, ну, в общем-то, ловите мега эпичное вылавливание рыбы и у босса вторая фаза. Честно говоря, мне уже это заспойлерили, но, ну, я не стал придумывать велосипед и просто бахнул ее дважды, потому что, по сути, ну, первая фаза, вторая фаза. Вот какая разница, мобы-то разные, ну, в общем-то, ладно. По сути, игру мы прошли. И вот она, ваша любимая финальная кассцена. Как же нам тут не без Фредди Фазбера. Ну, а теперь, я думаю, можно подводить итоги, пока нам никто не мешает своими диалогами. Хотя, все-таки, это неуважение к сопернику, так что, Фредди, прости, не в этот раз. Хотя, она все равно уже договорила, так что, я думаю, мы оба победители. Ну, и ладно, мы получили новые ресурсы. Зачем нам ресурсы в конце игры? Наконец-то мы можем провозгласить себя победителями Never Seen. Да, снова диалоги. Ну, ладно, пофиг, они хотя бы короткие. А вот игра подошла к своему концу, и титры запускаются. Да, на самом деле, это прохождение дало мне очень большой буст канала, и я очень благодарен всем, кто его смотрел, лайкал, комментировал, поддерживал. Я даже не знаю, я, конечно, могу запустить серию роликов, как я проходил с Wars and Souls Never Seen на 100%, но это будет обычная выжималка. Я не знаю, на что пойдет аудитория моего канала сейчас. Я не знаю, поддержат ли они мои другие видео, смогу ли я, наконец-то, освободиться и пойти заниматься другим контентом. Я сейчас в некой такой рассеянности, и, ну, не знаю, напишите в комментариях, чего вас интересует, вдруг там веселые игры какие-то. Ну, а я пойду.